В случае, если ребенок рассказывает о прошлых жизнях, не нужно свято этому доверять и свято это верить. А вообще отвлекайте их обязательно от этой темы. По моему мнению, человек, который начинает вспоминать прошлые жизни, идет информация о прошлых жизнях, должен знать. В прошлой жизни как бы все наоборот. То есть мне, допустим, сейчас 50, если я в прошлую жизнь ныряю, то там, скорее всего, я увижу дядю старого, которому там 190. Скажите, у этого человека есть там заболевание? Да. Но он является частью меня? Да, там же была моя душа в том теле. Тогда что я могу взять? Помимо его знаний, которые, кстати, к 195, наверное, не особо, я возьму огромный букет болезней. Поэтому любое ныряние в прошлой жизни очень может ухудшить физическое состояние человека. Почему я это говорю? Я в свое время очень активно занимался путешествием в прошлое, занимался этими практиками. И могу сказать, что ни к чему хорошему, кроме болезней, меня это не привело. Поэтому будьте аккуратны. А там начинается... Есть очень много манипуляций. Начинается. В прошлой жизни я была твоей дочкой. Знаете, что нельзя доказать, то можно придумать. Вообще, есть такой путь. Есть путь людей, они его опрометчиво выбирают. Есть путь людей, которые выбирают жить так, чтобы ощущать любовь и делать или создавать любовь для другого человека. А есть люди, которые начинают врать для того, чтобы получить чью-то любовь. То есть они начинают врать, что они особенные, начинают врать, что они еще какие-то... Вообще, хочу вам дать совет, люди, которые меня смотрят. Я хочу вам дать совет. Вы должны знать, что любое вранье при украшивании, разукрашивании чего-либо, что не является действительным, в дальнейшем обязательно создает долг у человека. Поэтому, если человек что-либо придумывает и что-либо врет, то у него появляются долги. Какие долги? Любые, финансовые, появляются болезни, появляются неприятности. Чем больше вранья, тем больше узел. Поэтому аккуратно с враньем, старайтесь не врать. Потому что вас можно любить и так, просто так.